Просвящай, освящай всякого человека, грядущего мир, дознамяцца нас, Святый Царь Твоя, да мне можем свет неприступный, И исправи стопы нашей геную заповеди Твоих, Молитвами причистоя Матери всех святых Твоих. Аминь. Грана и воеволь непобедительная, Яко избавшийся от звы, Благодарственная воспрессуем Терамит Твоей Богородице, Но яко имущая нежаму непобедимую, От всяких нас в лицов води да завемти, Радуйся, небеса, неневесна. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе. Слава Твою, Сыну и Святому Духу, И ныне и блесна и в веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Благослови. Христос истинный Бог наш, молитвами причистоя Своей Матери всех святых, Помилуй и спасет нас, как облак и человека любит. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Учение о исповеди Архимедрита Клеопы. Это священнослужитель Румынской Православной Церкви. В одной из великих духовных обязанностей, как монахов, так и мирян, является исповедание грехов. Прежде всего мы должны знать, что все мы согрешаем пред Богом, один меньше, другой больше, и никто из нас не без греха. Это нам объясняет Священное Писание, которое говорит, все мы много согрешаем. Послание Иакова, 3 глава. Иакова, 3 глава. Но грех, этот яд, все равно останется на мне. Поэтому польза, бесценный эффект святой исповеди, зависит не от священника, а от меня. Если я свято, со всецелым убеждением иду пред лицо Божие, подходя к священнику, я предстаю пред Богом. Ведь священник только свидетель. Тогда я должен исповедать ему все свои грехи. В противном случае, как ты думаешь, священник в день суда сможет помочь тебе чем-нибудь, если ты не сказал ему всей правды? Не приведи Бог. Священник на исповеди не мог отпустить тебе ничего более того, что ты открыл ему. А если ты, чувствуя неловкость, не назвал какого-нибудь греха, тогда все твои грехи усугубляются. Так говорят святые отцы. Потому что ты счел, что Бог не знает всего, что ты сделал. Вот условия, которым должна отвечать исповедь. Первое. Исповедь должна совершаться перед духовником. Таким образом, когда я встаю на исповедь перед священником, я предстаю пред лицом Божиим. Священник – это просто свидетель. В день суда он сможет сказать только то, что я сказал ему. Чего я не сказал ему, то не разрешено ни на земле, ни на небе. А если я пошел на исповедь и сказал ему все, и священник прочитал надо мной разрешение, возожжив руки на мою голову, тогда я разрешен. Второе. Исповедь должна быть полной, и ничего из совершенного не должно быть скрыто, как я уже сказал ранее. Ты слышал, что сказал святой апостол Павел? Слово Божие живое и действенное, острее всякого меча обоюдоострого. Оно проницает до разделения души и духа, послание к евреям, 4 глава, высшего единения между человеком и Богом. И третье. Исповедь должна совершаться добровольно, по свидетельству Духа Святого, который говорит, «Волею моею исповемся Ему», в Салом 27. Четвертое. Исповедь должна приноситься в сокрушение, ибо сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Псалом 50. Пятое. Исповедь не должна быть порицающей, то есть мы не должны возлагать вину ни на кого, ни на людей, ни на иное творение Божие, и даже на бесов. «Будем обвинять и порицать на исповеди только себя», как говорит святой Иоанн Лественничек. «Моя – это язва, моя рана. По моей лености она соделалась, а не по чей-либо вовек». «Не по чей-либо вине». Исповедь должна быть правдивой, то есть ты должен говорить только правду, говоря все, что ты сделал. «Не стыдись». Иисус Сирахов говорит, «Есть стыд, ведущий ко греху, и есть стыд, слава и благодать». Сираха 4 глава. «Стыд, который ты испытываешь на исповеди, избавит тебя от того стыда, который покроет всех нас в страшный день суда Божия». И седьмое. «Исповедь должна быть решительной. Примем перед духовником твердое решение – больше не грешить с помощью Божественной благодати, а лучше умереть тысячу раз, чем отныне согрешить по собственной воле». Святой Василий Великий говорит, «не получает пользы от исповеди, да и вовсе не исповедуется тот, кто лишь говорит на исповеди, что согрешил, но продолжает пребывать в грехе и ненавидит его». «Все покаяние твое в том и состоит, чтобы решиться изменить свою жизнь». «Когда ты идешь на исповедь, жалея о содеянном, раскаиваясь и признаешь свои прегрешения, тогда ты говоришь священнику все, что помнишь. А чтобы помнить все и принести исчерпывающую исповедь, не иди к священнику, не подготовившись, ибо дьявол восхитит ум твой, и ты что-нибудь да забудешь. За неделю, две до этого сядь спокойно в своей комнате, возьми тетрадку и запиши все свои грехи, начиная с самого детства или с последней исповеди. «Все, что у тебя лежит на совести, с тех самых пор, как ты был малым ребенком, когда тебе было пять лет, когда было семь, когда ты ходил в первый класс, когда во второй, когда в девятый, когда ты был парнем или девушкой, что произошло до свадьбы и после свадьбы, что было, когда ты служил в армии, запиши, ибо дьявол все это уже записал». У нас ведь есть пунктуальный бухгалтер, злой ангел за левым нашим плечом, который записывает все, и добрый ангел за правым плечом, который тоже записывает добрые дела человека. И тогда посмотри, что же тут происходит. «Ты знаешь, что ничто нечистое не войдет в Царство Небесное». Откровение 21 глава. Поэтому самое большое добро, которое ты можешь оказать человеку, это вот что. Если видишь, что в доме твоем заболел кто-нибудь, папа или мама, зять или невестка, сын, дочь или брат, что он слаб в болезни своей и близится к смерти, то нет большего добра, как привести к нему священника скорее. Не врача. Врач такой же ком земли, как и ты. Священник получил богодать от Бога. Вы не слышали этого в Евангелии? «Что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено и на небе». Матфея 18 глава. «Если тебе удалось чисто исповедать его перед смертью, ты спас его душу. Когда на мытарство отправляется душа, у которой были грехи, то если священник разрешил их здесь, на земле, то и Дух Святой стер их из бесовских списков, лопнут, сдохнут тогда от злобы бесы. Ну, ты смотри-ка, да ведь она была уже у нас в руках. Дух Святой стер ее грехи. Эту власть Бог дал священникам, ибо если бы Бог не дал этой власти священникам, то никто из людей не спасся бы. Но Бог, сотворивый небо и землю, знал, что сделать, чтобы спасти мир. Когда Христос воскрес, Он дал эту власть апостолам, что Он сказал им? «Приимите Духа Святаго. Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся. И что разрешите на земле, то будет разрешено и на небе». Евангелие Таана 20 глава, Матфея 18. Что, братья, вы этого не читали? Вы не слышали Евангелия? «Итак, когда ты увидишь, что заболел смертельно, то не беги к врачу, ведь может случиться так, что он угробит тебя, и ты умрешь неисповеданным. Сначала исповедуйся, а потом уже иди к врачу, если уже пора, но ты будь исповеданным. Если умрешь, все, ты облегчился, ибо умрешь ли ты в руках врача, умрешь ли дома, но ты будешь уже исповеданным. Однако сначала беги к врачу душ, потому что он оградит тебя от ада. Вот так-то, и не думай, будто у него нет благодати. И как можно быть уверенным в том, что все грехи прощаются нам на исповеди? А ты, когда хорошенько выстираешь белье, а оно опять испачкается, разве не стираешь его снова? Разве не добавляешь порошка или мыла, и стираешь его? Не вешаешь ли на веревку, чтобы оно высохло? Как рубашку, так и душу нужно постоянно очищать частой исповедью. И святые отцы, в особенности святой Никодим, святогорец, дают такое наставление духовнику. Советую всем о духовник, и исповедь частую и чистую. Раз в год, да совершится и генеральная исповедь снова. И это делается и для смирения, и для того, чтобы человек не забывал своих немощей, которыми он огорчил Бога. Поэтому нам нужно каяться, сожалеть, а Бог столь милостив и благ, что не помнит зла, которое мы совершили, если обращаемся к нему всем сердцем и исповедуемся. Вы слышали, что говорит пророк? Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам. Малахия 3 глава. «Сыны человеческие, если будут грехи ваши, как багряная, как снег убелю, если будут красные, как пупур, как волну убелю». Исайя 1 глава. И более не помяну вашего прошлого. В благости своей безграничной он знает немощь нашу, знает, что мы грешим волею и неволею, видим и неведем. Нет такого мгновения, когда бы мы не согрешали пред Богом. Но никто не знает естества человеческого лучше, чем Бог, ведь Он создал нас из ничего. Поэтому, когда мы обращаемся к Нему со слезами, с ожалением, искренне признаваясь во всем, Он нас прощает. А если на ком есть более тяжкие грехи, тому нужно выполнить немного и пятимью. А Бог всегда готов принять нас и простить, ведь мы же Его творение. «Никто не вынуждал Христа сойти с неба, одна только милость Его, Его любовь к людям. Ему было жаль род человеческий, ведь у Него так много любви к роду человеческому, что послушай, что говорит святой Иоанн, евангелист, «Так возъебил Бог мир, что послал Сына Своего единородного в мир, чтобы Он спас род человеческий». Иоанна 3 глава 16 стих. «Спаситель Христос пришел не для того, только чтобы научить нас, что нам следует делать, но для того, чтобы претерпеть за нас поругание, оплевание, бичевание и смерть на кресте, и тем самым освободить из ада род Адамов, томившихся там пять тысяч пятьсот восемь лет. Столько их прошло от первого Адама до пришествия нового Адама Христа. Поэтому будем иметь к Богу сердце сыновнее, будем любить Его всем сердцем, а если согрешили в чем, то сейчас же станем просить прощения и прибегаем к исповеди, чтобы умереть Бога. Ведь мы Его огорчили, ведь Господь никогда не помнит зла. Если видит, что мы обратились, то обращается и Он к нам в отношении к себе самим будем иметь сердце судьи. То есть как? Будем судить себя. А то, о чем я думаю, это угодно Богу? О том, что мы говорим, угодно это Богу? А то, что я сейчас делаю, угодно это Богу? И совесть сразу подскажет нам, да или нет. Ведь если человек будет судить себя, он не подпадет суду Божию. Станем же судьями над самим собой. Нет, это нехорошо, то, что я сейчас делаю. Это нехорошо, то, что я говорю. Это нехорошо, то, что я собираюсь сделать. А я ближнему, а к ближнему своему будем иметь сердце матери. Ты видел добрую мать? Даже если у нее несколько детей, и один из них то и дело огорчает ее, расстраивает. И так, и это. Но то она все равно жалеет всех. А если увидит, что ее ребенок упал в воду и начинает тонуть, или оказался в горящем доме, и кричит, мама, не оставляй меня, она тут же забывает обо всем. Забывает, как он огорчал ее, бежит, чтобы спасти его, даже рискуя жизнью. Ибо такова мать. Настоящая мать не помнит злого, плохого. Так она любит детей. Вот такое сердце нам надо иметь для всех, чтобы нам было жалко всех и чужих, и своих. Так требует Бог в Святом Евангелии. Матфея, 5 глава, 43 стих. Ты не видел курицу на сетку? У нее столько цыплят. А попробуй-ка, отними у нее хоть одного. Да она же тебе глаза выклюет, пусть у нее их и много. Так и хорошая мать душу свою положит за детей. Такого материнского сердца вот и требует, Бог и требует от нас, чтобы оно у нас было таким по отношению ко всем. Если случится такой человек, который даже чинил нам зло, даже обижал нас, но когда мы увидим, что он попал в беду, бросимся ему на помощь. Пусть он увидит, что в нас есть любовь, и что мы не держим зла на него, за то, что он нам сделал. Только так мы будем, сынами Божиими, по благодати. Аминь. Аминь. Кто готовился к Испу, оставайтесь. Следующий Испу.